Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Хочу, конечно, поблагодарить за то, что вы уделяете внимание нам. Я Анна Постникова, руководитель, индивидуальный предприниматель, руководитель сети частных лицензированных детских садов «Узнавайка» в городе Якутске. И сегодня я представляю здесь сферу частного образования. И также меня попросили коллеги частных медицинских клиник озвучить наши вопросы, так как они схожи. Мы имеем государственную лицензию, мы работаем по государственным стандартам, соответствуем всем требованиям, проходим необходимые проверки надзорных органов. У нас такие же воспитатели, как и в муниципальных, государственных, образовательных учреждениях. Но хотелось бы обратить внимание на неравные условия наших сотрудников. Они не могут воспользоваться дальневосточной льготной ипотекой. Так как в программе прописано, что этой ипотекой могут воспользоваться педагогические и медицинские сотрудники государственных и муниципальных образовательных учреждений. Образовательных и медицинских учреждений. А сколько у вас числом-то? Я сегодня пообщалась здесь с коллегами. Это не только в Якутии, это по Дальнему Востоку. Частных медицинских клиник много лицензированных, образовательных организаций. У нас в Якутске 40... Сказал бы, мало наоборот. Ну, у нас в Якутске... Легчесть бюджета в деньги выделять. У нас мало. Ну, в Якутске у нас мало. У нас 43 предпринимателя, которые работают в сфере дошкольного образования. Посмотрим обязательно. На самом деле, думаю, не так уж и много там людей. Надо тоже пометьте обязательно. Максим, пометьте обязательно. Ну, какое там количество людей. Конечно, все должны быть поставлены в равные условия. Работа-то одна и та же, на самом деле. Спасибо большое. И разница в уровне доходов, думаю, что несущественная. Да. Спасибо большое. Пожалуйста. Продолжение следует... Ну, если, Алексей, вы так посмеялись, если это неправда, то тогда вам придется довести до конца сегодня. Пусть строит. Пусть строит тогда. Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня очень добрый. Я думаю, что действительно мосту быть. Ну, дело моста, наверное, не одного дня. Хотел поехать на курорт на лыжах покататься. Сейчас поеду мост наводить. Дело моста... Проблема большая для Якутска. Там столько лет уже обсуждается. Это лет 10-15 уже. Мост нужен, Владимир Владимирович. Правда, мост нужен. И он не одного дня, а, наверное, в течение 5-8 лет. Раз уже вы здесь, на Дальнем Востоке, то тогда... Ну, просить обещание, наверное, это несправедливо. Но возьмите, пожалуйста, под свое крыло. Мост нужен. Я понимаю. Спасибо. Раз уже мне дали... Можно я еще один вопрос подниму? Конечно. Я живу на Дальнем Востоке 45 лет, в Якутии. Все-таки Дальний Восток, он закаливает людей. Но в любом случае, расстояние, которое 7 суток поездом, 8 суток до Владивостока, плюс груза 40-50 суток, это очень долго. Надо уже ближайшую пятилетку включить тему ускоренных гражданских поездов и ускоренных товарных грузов. Спасибо. Это одна из основных задач РАО и РЖД, увеличение скорости перевозок. Поэтому это генеральная задача, над этим они работают и будут работать дальше. Я уже... Ну, по Дальнему Востоку там пока сложнее добраться. А скоростное движение будем развивать сначала в европейской части, потом будем идти на Урал, ну и там дальше смотреть. У нас с такой территории скоростное пассажирское движение востребовано, ну, высокоскоростное. И, конечно, нужно увеличивать скорость перевозки грузов. Это точно. Но это одна задача будет решаться совместно с другой. Потому что высвобождение путей будет происходить. И для Восточного полигона это особенно важно с учетом роста объемов перевозок. Ну, здесь отдельно можно говорить, до утра можно сейчас разговаривать на эту тему. Ну, задачи стоят, средства выделяются, мы постоянно корректируем все эти планы. Но они, безусловно, будут реализовываться. Спасибо, спасибо. Спасибо большое.